Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня мы поговорим о бильярде. Наверное, многие из нас привыкли относиться к бильярду как к приятному времяпрепровождению, когда как на самом деле бильярд является видом спорта. И в нашем городе существует даже федерация бильярдного спорта. И, кстати, сегодня у нас в гостях ее президент Вадим Захаров. Здравствуйте! Здравствуйте! Вадим, я знаю, что вы фанат своего дела и знаете много всего интересного не только о технике игры в бильярд, но и о его истории. Вот я думаю, было бы и мне, и нашим зрителям интересно узнать, откуда пошел этот вид спорта и как он прижился у нас в России. Вы знаете, действительно, история просто потрясающая. По последним исследованиям вообще бильярд, оказывается, зародился даже в Египте. Потом, конечно, говорили, что это Китай, Индия. Потом его привез Петр Первый. И уже с этого времени, в принципе, начался отсчет бильярдной истории. Потому что потом эта бильярдная история была такими игроками, можно сказать, подкреплена, которые просто на слуху у всех это великие люди. Пушкин, Ломоносов, Лермонтов, Маяковский, наши современники. Вот Борис Николаевич Ельцин очень здорово играл на бильярде и его тренировал мой тренер. Так что в этом плане действительно русский бильярд просто имеет потрясающую историю. На сегодняшний день популярность бильярда у нас в стране, вот с вашей точки зрения, она растет, возрастает? И кто чаще всего увлекается подобным видом спорта? Вы знаете, возрастает. Дело в том, что очень много пришло любителей в бильярдный спорт. То есть серьезнейшие результаты именно по спортивному направлению достигнуты практически во всех федерациях. Даже в нашей, я могу сказать, что у нас просто очень серьезные результаты, то есть российского уровня. Это подтверждают свои кубки и результаты в целом. Ситуация заключается в том, что просто любители боялись приходить в бильярдный спорт, потому что была большая разница между уровнем профессионал и любитель. Теперь практически эта разница стирается. И любой просто фанат этого вида спорта может прийти в бильярдный клуб и поучаствовать в соревнованиях любительского уровня. Так что в принципе в этом плане бильярдный спорт очень сильно сейчас развивается. Некоторые считают, что бильярд это спорт такого премиум класса. То есть не всегда он бывает и не всем доступен. Это действительно так? Или существуют какие-то экономные варианты занятия бильярдным спортом? Вот сейчас это уже заблуждение, что бильярдный спорт это какой-то, знаете, элитный вид спорта. С одной стороны, да. С другой стороны, понимаете, те бильярдные школы, которые сейчас есть, те соревнования, которые проводятся, да, как я уже сказал, любительского уровня, они практически стирают границы какой-то элитарности, какой-то, знаете, дороговизны, дороговизны, если можно сказать. Вот. Ситуация заключается в том, что практически сейчас даже дети могут тренироваться практически бесплатно. И, безусловно, раньше это было сложно, потому что дорогостоящие оборудования, то есть кисть стоит очень дорого, хорошее, а это обязательное условие, да, то есть это необходимо каждому спортсмену. И ситуация заключается в том, что теперь любой, кто захочет научиться играть на бильярде, научится. Я знаю, что сегодня к нам в студию вы принесли не совсем обычный кий. Если можно, немного подробнее мы можем его взять и показать, да, о нем рассказать. Что это? Вы знаете, да, дело в том, что для музыкантов есть такие скрипки, как уровни Страдивари, Гварнери. И также для бильярдистов есть бильярдные кии, которые выполняются мастерами, вы знаете, высочайшего уровня и высочайшей эксклюзивности. Мы берем такие виды дерева, как Эбен, Падук, Палисандр, Амарант. Понимаете, даже вот на слуху у нас таких видов дерева нет. И, допустим, вот этот кий, который, часть кий я держу в руках, это кий эксклюзивный. Им играют и чемпионы мира, и руководители нашей страны. И ситуация заключается в том, что здесь элитарность стоит в нанесении вот такой специальной оплетки, которая сделана из кожи океанического ската. То есть даже вот на простом бильярдном кии, ну, в кавычках простом, может быть какая-то, понимаете, просто потрясающая вещь, которая, кроме игровых качеств, еще и дополняет кий с точки зрения, знаете, престижа. Ну, это только престиж или, ну, наверняка же еще и удобство? Да, дело в том, что вот этот мастер, он почему, скажем так, подобрал вот кожу океанического ската, потому что рука практически не потеет. И это очень важное условие при выполнении правильного удара. То есть и красиво, и результативно. Ну, мы с вами определили, что бильярд – это все-таки вид спорта. А вот если говорить о том, ну, кому бы вы посоветовали этим видом спорта заниматься, да? Ну, обычно гибкой девочке – обычно дорога в художественную гимнастику. Мальчику драчунул в бокс. А кто? А вы знаете, здесь очень интересный момент. Дело в том, что в моей бильярдной школе занимаются девушки, которые параллельно занимаются модельным бизнесом. Или, допустим, гимнастикой. Ребята у меня занимаются параллельно плаванием, боксом, борьбой. И вы знаете, бильярдный спорт, он чем сложен? Я вот сам занимался практически всеми основными видами спорта. Достаточно много и рукопашный бой, и картинг, и хоккей. Это все родные для меня виды спорта. Но бильярдный спорт, он сложен тем, что там играешь сам с собой. То есть можно соперника не подводить к столу. Дело в том, что мои ученики, я тоже сам, очень часто можем положить партию ски. То есть когда соперник не подходит к столу, ты играешь сам с собой. Восемь шаров ты забил, он как сидел, так и сидит. И очень сложно именно побороть самому себя. То есть я бы посоветовал, безусловно, кроме нет травматичности этого вида спорта, тем людям, которые хотят в себе наработать, знаете, психологическую уверенность. То есть вот по большому счету это очень здорово помогает и в других видах спорта, и просто в жизни. Ну, во многих видах спорта существуют какие-то ограничения по возрасту. Абсолютно нет ограничений. У нас проходил турнир. Один раз мы совместно с областной федерацией делали турнир юношей и ветеранов. Это было приурочено к 9 мая. И играл мальчик, которому 9 лет, с ветераном, который прошел войну. То есть это потрясающий был турнир. Я думаю, наверное, чуть ли на не единственный за всю историю, может быть, даже в России. Потому что такого я не слышал никогда. Тренируюсь много лет в Москве и в других городах. Но, вы знаете, такого не слышал. Так что все возраста покорны. Немного расскажите о нашей Рязанской федерации бильярдного спорта. Давно ли она была образована? И каким образом проходит работа этой федерации? Вы знаете, действительно хотелось бы и поблагодарить, и сказать, что огромными усилиями 14 лет назад, по сути дела, была создана городская федерация, которую я возглавляю, областная федерация, которую возглавляет Александр Иванович Лемдянов. И огромными усилиями людей мы, по сути дела, на российский уровень с нуля подняли бильярдный спорт. И в этом плане сейчас рязанские федерации, рязанские спортсмены, по сути дела, уже входят в элиту бильярда. То есть, допустим, по Москве уже несколько лет наши спортсмены, один из моих учеников, в принципе, входил в лучшее число рейтинговых игроков. Это в столице. Тем более, это турниры открытые. Куда приезжают? Начинают в Сочи и Москве, соответственно. То есть, по большому счету, можно сказать, что именно в нашем направлении очень здорово ведется, знаете, развитие этого вида спорта. Почему? Потому что, вот, допустим, мою школу, которую я возглавляю, курирует чемпион мира Юрий Пашинский. Чемпион мира. К нам приезжает чемпион мира и тренирует детишек. Вы понимаете, в этом плане можно сказать, что по Рязани есть гордость развития этого вида спорта. Чемпионка мира Диана Миронова в нашем турнире, когда еще была несколько лет назад, никому неизвестно, его выиграла, начала свою карьеру. Сейчас она двукратная чемпионка мира, действующая чемпионка мира. Когда мы говорим с ней о Рязани, она говорит, вот здорово, я практически свои первые кубки, один из первых кубок завевал в Рязани. Понимаете, уже история формируется и в этом плане гордость за наш город. Спасибо большое, что сегодня вы пришли к нам в студию, рассказали о своем любимом деле. Я думаю, что мы с вами все-таки заинтересовали зрителей этим видом спорта и, может быть, даже кого-то подтолкнем к работе в этом направлении. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!